До конца года жители региона, получающие ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет, смогут подать заявление о перерасчете размера пособия. Напомню, с 1 апреля 2021 года в соответствии с указом президента России устанавливается трехступенчатая система определения размера данных выплат в зависимости от уровня дохода в семье. Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет было введено год назад как мера поддержки семьям с невысокими доходами в условиях пандемии и составляло половину прожиточного минимума, установленного в регионе. С 1 апреля 2021 года размер выплат может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Граждане, которые у нас получают выплату ежемесячную от 3 до 7 лет включительно, могут к нам обратиться как впервые, так и за перерасчетом этой выплаты с января этого года, либо с момента достижения ребенка в возрасте 3 года. На сегодняшний момент у нас поступило более 400 заявлений для перерасчета именно этой выплаты. Заявление у нас единое, нет такого, что отдельно для перерасчета или отдельно для назначения вновь этой выплаты. К заявлению нужно приложить документы, которые не могут быть запрошены в рамках межведомственного взаимодействия. Например, если алименты семья получает не через службу судебных приставов или стипендии. Если раньше дети после 18 лет у нас не брались в состав семьи, то сейчас дети с 18 до 23 лет учитываются в составе семьи, если ребенок обучается на очной форме обучения. И для этого необходим документ, подтверждающий, что ребенок обучается и получает или не получает стипендию. И если ребенок стипендию получает, то обязательно его стипендия за 12 месяцев, предшествующих 4 месяца, к месяцу подачи заявления. Кроме того, начиная с 1 апреля этого года, применяются обновленные критерии для назначения выплат. Кроме анализа доходов, теперь будет учитываться и имущество семьи. Помимо сведений о доходах, мы сейчас запрашиваем еще сведения в Росреестр на наличие недвижимости, потому что ужесточились критерии отбора имущих семей. Теперь помимо доходов учитываются земельные участки, дома, квартиры, транспортные средства. То есть все эти запросы межведомственные мы выполняем также самостоятельно. Заявление о перерасчете выплат можно написать в отделении социальной защиты населения лично, почтовым отправлением, через портал госуслуг или МФЦ. В связи с утверждением новых правил в регионе начала работу «Горячая линия». Все вопросы, связанные с назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать специалистам отделения социальной защиты населения по телефону 4-19-86. «Горячая линия» работает в будние дни с 8.30 до 17.30. Александр Литков, Антон Водряков, Телеканал Север.